Информационные, но не информативные, все чаще в городе подолгу не работают табло ГЛОНАСС. Вот очередной пример. Во время реализации федерального пилотного проекта в Рязани были установлены 109 информационных табло ГЛОНАСС. Все они стоят на балансе городского управления благоустройством. Вот только за последний месяц некоторые из них перестали работать. Специалисты уверяют, они работают, но не всегда отображают информацию. Встречаются случаи, когда происходит перебой с передачей информации. Информация, которая размещена на этих табло, передается региональным навигационно-информационным центром Паризанской области. В большинстве случаев у нас теряется связь конкретно с каким-то табло. Мы эту ситуацию мониторим. В основном все это связано именно с перебоями связи. При этом, по словам Сергея Рогова, поток информации идет постоянно. Это можно отследить по непрерывной работе приложения БАС-62. Это аналог информационных табло. В режиме онлайн можно отслеживать поток транспорта с компьютера или телефона. 100% троллейбусов, автобусов и маршрутных такси оснащены системой ГЛОНАСС. Причиной сбоя в работе таких табло может стать все что угодно. Мобильный телефон, помехи на лиме и так далее. Рязанец Михаил Шибанков сталкивается с этим постоянно. Поэтому он написал обращение на портале НашДом62РФ. Оттуда мне ответили, что табло в ближайшее время отремонтируют, но точных сроков не называют. На данный момент, как отвечают на портале, отсутствуют какие-то технические элементы, детали, которые не могут отображать данную информацию на этом табло. Сами рязанцы чаще всего планируют свой маршрут, опираясь на информационное табло. Сейчас неработающие табло исправили. И они показывают необходимую информацию. Но вот на остановке библиотека Горького информационно-повестительная система не работает довольно часто и долго. Мария Руда и Сергей Данилин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».